Жизнь современного человека невозможно представить без химии. Одежда, лекарства, косметика, транспорт, список можно перечислять бесконечно. Конечно, не стоит забывать об ученых и об их выдающихся достижениях. Прямо сейчас мы находимся в химическом институте имени Бутлерова, где и познакомимся с историей человека, через которого названо данное учебное заведение. Александр Бутлеров был сторонником экономического преобразования России и рационального ведения хозяйства. Деятельность Бутлерова не ограничивалась только этим. Мало кто знает, что великий российский химик начинал с зоологии. Он учился по разряду естественных наук, то есть на биологическом факультете, и в юности сильно увлекался зоологией, ботаникой и особенно этимологией. Его выпускная работа была посвящена бабочкам волго-уральской фауны. Кроме того, он увлекался пчелами, владел пасекой в своей усадьбе. Свою собственную коллекцию бабочек, которую Бутлеров собирал, будучи студентом, он передал музею в 1881 году. Эта коллекция хранится в зоологическом музее имени Эверсмана, одном из музеев Кафу. Музей обладает практически полной коллекцией бабочек химика. Она занимает отдельный шкафчик. Еще с детства, с школьной скамьи, он очень сильно увлекался химией и вместе со своими товарищами готовил различные составы для пороха, для бенгальских огней. И в один момент, во время того, когда он в ступке толкал различные составы, они сдетонировали, произошел взрыв, и ребята получили небольшие ожоги даже. Но сильно никто не пострадал. Но тем не менее, Бутлеру после этого события поставили в угол, и несколько учебных дней он провел в углу своего класса. Более того, на его шее повесили табличку с надписью «Великий химик». Александр Бутлеров занимает особое место среди знаменитых выпускников Казанского университета. В музее Казанской химической школы находится Бутлеровская аудитория и кабинет, а на здании старой химической лаборатории установлена мемориальная доска. Его имя носит Химический институт КФУ и одна из центральных улиц города. 20 февраля 1860 года Бутлеров в 32 года решением российского императора Александра II становится ректором Казанского университета. Реод ректорства Александра Михайловича был поворотным в жизни медицинского факультета. Именно тогда была завершена организация первых экспериментальных лабораторий факультета – физиологической и фармакологической. А самое главное – преподавательский корпус факультета был укреплен ведущими учеными и профессорами. Бутлеров считается, на самом деле, основоположником русской химической школы. Учителями Бутлерова были Карл Карлович Клаус, тоже великий химик, открыл первый в России элемент таблицы Менделеева и назвал в честь России рутений. И вот Бутлеров считается учеником Карла Карловича Клауса, но, несмотря на это, он сам, в свою очередь, являлся таким наставником, огромный вклад в педагогическую, отличным педагогом был. И из его учеников можно выделить Марковникова, Попова, Зайцева. Главное направление научной деятельности Бутлерова – теоретические изыскания в области химического строения вещества. Сформулированы им положения химического строения молекулы, основанные на принципе единичной валентности и выяснении феномена изомерии, внесли важный вклад в понимание процесса формирования химической структуры. Энджи Саттарова, Николай Осуховский, Универ Новости.